Сегодня я должен вам сказать о том, что буквально недавно я возвратился с новой экспедиции. Я посетил страну Египет и посетил Израиль. И кое о чем я буду говорить на моих встречах из того, что я новое открыл для себя. Ну и, конечно же, мы с вами поговорим об очень важном. Мы будем говорить с вами и о смысле жизни. Мы будем говорить с вами о том, почему происходили так много проблем и исчезнули многие страны. Почему не существует многих цивилизаций. Вы знаете, всякий раз, когда я посещаю те места, которые приближенные к Средиземному морю, это я всегда так называл с тех пор, как стал исследовать вопрос существования жизни на земле. Я открыл для себя, что там именно место, которое называется колыбелью человечества. Место, где, откуда стали распространяться люди по всей нашей планете. И поэтому мы будем с вами касаться тех древних миров, которые исчезли. Некоторые существуют и сегодня. И, конечно же, всякий раз, когда я проводил подобные исследования, я носил с собой мою Библию. И должен сказать, что я всегда сравнивал, что говорит Библия, как она предсказывает пророчества. И я сравнивал, как историки, археологи, делая открытия, как они доказывали достоверность этой древнейшей книги. Поэтому сегодня я хочу сказать, я открыл для себя, что этой книге Библии можно абсолютно доверять наравне с другими историческими книгами. Я убедился, что Библия верна, как исторический документ. И есть люди, которые верят в Библию, которые не верят, верят в Бога. Есть те, которые не верят в Бога. Абсолютно каждый человек, который живет на земле, он имеет свободу. Он имеет право для того, чтобы принимать свое собственное решение. И поэтому это его право, верить в Бога или нет. Но я о себе хочу сегодня сказать. Я глубоко верующий человек в Бога. И то, что я верующий человек в Бога, это не потому, что просто так случилось, что вот надо же во что-то верить. Я реалист. И только тогда, когда я убедился, можно ли верить в Бога, я принял решение в своей жизни, что я буду доверять Богу. Только тогда. Есть люди, которые скептически относятся к Богу. Например, однажды в один храм пришел ученый, физик, математик, который ему всегда нужно что-то пощупать для того, чтобы принять какое-то решение. И он пришел однажды в церковь, обратился к епископу и сказал такие слова. Понимаете, батюшка, я ученый человек. Я просто так не могу поверить в Бога, в Библию. Мне нужны конкретные факты, мне нужны доказательства для того, чтобы я мог принять такое решение. И тогда батюшка с любовью этого человека взял за руку, привел его к стене, он повернул его спиной к стене, схватил его за нос и начал вращать нос во все стороны, пока из носа не побежала кровь. И когда побежала кровь, профессор запротестовал и стал говорить, что вы делаете со мной? Я же пришел к священнику, а вы мне пустили с носа кровь. Как это может быть? И тогда священник сказал, профессор, вам нужны факты, вам нужно доказательства, я вам привожу это реально. В Библии написано, при толчке в нос потечет кровь. Итак, у вас есть факт, что Библии можно доверять. Я думаю, что мы, конечно, не будем такие эксперименты проводить, чтобы у кого-то бежала кровь с носа, но должен сказать вам об одном очень важном действии. Мои дорогие друзья, эта книга, она достойна уважения. Книга Библии достойна уважительного отношения каждого человека, потому что эта книга, которую использовали самые умные люди на земле, которые читали ее, считали ее духовным наследием, которые убеждались, изучая ее, что она говорит правду. Например, Валерий Яковлевич Брюссов писал об этой книге следующее. О книга книг, кто не изведал своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе. Ты вечно новой, век за веком, за годом, год за мигом, миг встаешь, алтарь пред человеком, о Библия, о книга книг. Вы знаете, я думаю, что он правильно написал. Он знал, чему учит Библия, и поэтому его отношение, этого умного человека, отношение очень серьезное к этой книге. И если вы мне позволите, я смогу вам нечто рассказать в будущем о том, что думали великие умы человечества об этой книге. Но сегодня я хочу вам сказать, что я верующий в Бога человек. Я занимаюсь серьезно научными исследованиями, потому что я люблю правду и люблю Бога. И люблю копаться в исторических данных, люблю рыться в вопросах археологии. И это способствует мне определяться, почему я живу на этой земле. И должен сказать вам, что сегодня, ввиду того, что мы будем сегодня изучать уникальную историю Древнего Египта, нам нужно с вами заглянуть в прошлое на несколько тысяч лет, нам нужна мудрость, чтобы все это понимать. И что нам нужно сделать для этого? Вот как верующий человек хочу вам сказать. Я верю, что Бог, Он является тем, у кого бесконечная мудрость. И Он может нам дать мудрость, понимать все то, о чем можем говорить. И вы знаете, как верующие люди ищут этой мудрости в Бога? Они молятся Ему. Ну, вы скажете, ну я, например, скептик или я атеист. Я никогда не молился. Я не знаю, как это и для чего это нужно делать. Когда я приехал первый раз в жизни в Америку, и когда я ходил кушать в рестораны, в разные другие заведения этого направления, когда я приходил, садился за стол, иной раз меня обслуживали, иной раз я сам себя обслуживал, и всякий раз я наблюдал следующую картину. Люди приходят, садятся за стол, приносят еду или им приносят, они склоняют головы там, молятся и затем кушают. И я подумал, когда я попал первый раз в такое заведение, в такой ресторан, я подумал, наверное, это верующий ресторан. И сюда приходят только верующие люди, вот они молятся. И когда я пошел в другой ресторан, третий, десятый, то же самое. И я подумал, неужели здесь все верующие? Я стал спрашивать людей. Оказывается, люди действительно верят, что есть Бог, который их создал. И они молятся Ему, чтобы Бог поддержал их силы и здоровье. Если вы не возражаете сегодня, я хочу для того, чтобы я сегодня чуть-чуть, только чуть-чуть, мы будем говорить в основном на уровне истории и археологии, но чуть-чуть мы заглянем в книгу Библию. Я ее не могу читать, не попросив мудрости у Бога. Если вы мне разрешите, я хочу, каждого из вас, ввиду того, что Бог достоин уважения, и Он все равно наш Создатель, в знак уважения к Богу, просто, чтобы вы поднялись. И я помолюсь, чтобы Он был с нами и поддержал нас, и дал нам мудрость понимать все то, о чем будем говорить. Спасибо вам огромное. Творец неба и земли, Отец наш небесный, сердечная благодарность Тебе за то, что сегодня мы вместе в городе Виннице с замечательными людьми этого города. Господи, с многими из них я уже виделся, и мне приятно, что они сегодня здесь. Я сердечно благодарю Тебя за всех, за каждого, который пришел, может быть, первый раз на подобную встречу. Боже Небесный, поддержи каждого человека. В Его планах, в Его намерениях, в Его целях. Дай устремленность. И если они имеют какую-либо нужду, подай руку помощи им. У Тебя есть вся сила, у Тебя все ресурсы, все возможности, всякая мудрость. Пожалуйста, поддержи каждого. От Тебя здоровье. Поэтому просим, чтобы Ты поддержал здоровье каждого присутствующего. И сегодня, когда мы вместе, и мы будем касаться древней истории, мы будем соприкасаться, Господи, и с пророчеством Библии. Нам нужна мудрость от Тебя. Будь нашим учителем. Открой разум и сердце каждого из нас, для того, чтобы мы могли понимать все, о чем будем говорить. Наша молитва к Себе об этом во имя драгоценное для нас. Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.